Простите, можно вопрос? Если не стоит задача протекционистских мер нашему автопрому, цель УТИСБОРа, как вы говорите, мы решаем вопросы экологии, заботы о будущем нашего населения, окей, тогда что мешает отменить УТИСБОР для новых автомобилей зарубежного производства? Просто полностью отменить или сделать его доступным для населения, для того, чтобы заезжали? Ну, вы же не будете спорить, что новый японский, американский или немецкий автомобиль, ну, не хуже, как минимум, чем наш, там, 40-к автопром с точки зрения экологии. Почему нельзя сделать для него ставку нулевую или, допустим, те же самые 100 тысяч тенге? Раз. Два. И второй вопрос сразу, пожалуйста, если у нас все-таки мы защищаем наш автопром, то зачем нам вообще принципиально развивать мощную автомобильную промышленность тогда, когда у нас всего 20 миллионов жителей? У нас только половина населения считается трудоспособным, то есть физически может управлять автомобилем, и это явно не тот рынок, который может обеспечить надежный сбыт для мощного действительно автомобильного производства с хорошей степенью локализации, с хорошим полноценным производством, действительно полноценным производством. Если это не протекционизм, тогда что? Два вопроса. Я начну со второго вопроса, я уже говорил, я понимаю, о чем вы говорите, но я еще раз говорю, у нас есть своя промышленность, и мы ее будем развивать. Пусть это будет не сегодня, пусть это будет не через пять лет, но мы добьемся того, что у нас будет высокая доля локализации, и как я сегодня уже говорил, в ходе своей презентации автопром за собой на сегодняшний день тянет развитие смежных отраслей и малого-среднего бизнеса, в том числе производителей мебели, спецодежды. Вы, когда все сюда приезжали, я надеюсь, увидели вокруг, какие огромные корпуса строятся, и будут, мы придем и к штампу кузовных деталей и так далее. Это первое. Второе, то, что вы говорите, я сегодня также говорил о том, по новым машинам. Если законно платить совокупный таможенный платеж 48%, возить новые машины физлицу будет невыгодно в страну. Поэтому говорить о том, что отмена к чему-то приведет, она ни к чему не приведет. Что касаемо машин, которые возятся новые по тому тарифу, который есть в таможенном кодексе 15% плюс НДС, то могу сразу сказать, возить имеют право только официальные представители иностранных изготовителей. Они должны нести ответственность совместно, солидарно с этим заводом за свою продукцию, нести гарантированные обязательства, и в случае выявления каких-либо нарушений принимаются в отношении него меры. Всегда можно найти того, кто виноват в том, что небезопасное транспортное средство попало на нашу территорию. Поэтому я еще раз говорю, мы, наше министерство, по крайней мере, не будет поднимать больше вопрос о каком-либо снижении учителей сбора или первичной регистрации. Мы это не поддерживаем, потому что мы считаем, что до тех пор, пока не обновится действительно парк, пока мы его не обелим, весь товарооборот, пока мы не уничтожим всю теневую экономику, поднимать вопрос и говорить о том, что есть четкая статистика и ясная картина, это преждевременно. Мы сначала наведем порядок, потом уже будем думать о дальнейшем. Продолжение следует...